здравствуйте вы смотрите программу четвертая власть сегодня в студии на троих соображаем с вячеславом городецким у нас произошла замена владимир шкода вместо андрея привалихина ну я говорим как обычно о выборах и не только начнем с приятного у нас появились поклонники в интернете о давай стихи начни безызвестный персонаж твиттере распоясались политики но наступит отмщение всех измажет в аналитике духи грез и просвещение это все мы и еще один шедевр блещет мысль теснятся аргументы свищет пар из души сеноздрей это раздает всем комплименты александра слова у нас будем ротацию проводить ну и кстати вы нас критиковали что мы не замечаем городских и сегодня наверное опять не заметим потому что черта много не помню прошлую передачу мочко да мочи хорошо да они заметили отреагировали говорим о кандидатах губернаторы давайте по персоналиям потому что у меня полное ощущение что кто-то потерялся по крайней мере я не вижу у максима белого но я прочитала на одном из интернет-ресурсов что он сейчас на ямале вот вернется и и покажет и себя покажет и уточнял что он покажет вот и и программу свою покажет и в принципе он себя видит во втором туре ну и тяжело будет потому что на второй тур претендует а все один макаревич все претендуют на второй тур кроме кроме кого кроме василь господин господин векшин заявлял что второго тура не будет так что если слава богу он не избирается не он заявил явно не на молоке там гадал а в общем-то как-то просчитывала и он ссылался на экспертов что мне кажется что задача действующего губернатора исполняющий обязанности добиться победить вернее в первом туре задача других претендентов сделать так чтобы второй тур состоялся некоторые кандидаты это уже делают всеми силами всеми силами средствами начинают агитационную кампанию разворачивать тот же самый игорь марай видели уже на кубы везде стоят по всему городу у меня кстати тут соображение по поводу фамилии да то есть я считаю что вот у кофтун и у марарях хотя так и не выучила мораль и морали есть преимущество у них очень как бы вот хорошие фамилии выписать и сидит владимир владимир путин ну допустим вот губернатора да все в ряд вот пойди найди второго губернатора с фамилией кофтун и такая унисекс фамилия хорошая фамилия да мораль еще лучше во первых он будет наверное как я владимир владимир постоянно путается то есть он мораль или мораль ну допустим он хочет там его пожурить и думает а как вот вот как мораль или мораль думает а не буду его трогать и потом вот игорь николаевич ну иди иди сюда дорогой не ну как у тебя там ударение на первое на второе слово хорошо иметь такую фамилию а вот он трогал плохо на букву а ну владимир владимирович я думаю разберется среди наших так сказать претендентов на эту должность если если говорить про фамилии да тут мы с тобой обсуждали перед перед началом передачи макаревич и сам геннадь да но есть же у нас еще один макаревич более известны широко известна всю страну макаревич известен в узких кругах широко да да поет но хуже известен но меньше вас приветствует дуэт некоммерческой песни двое против ветра мы хотели спеть вам песню про то как с лёхой ходили в гору и упали но пока ехали написали новую снежинка тогда про фамилить давайте кто у нас первый будет в списке избирательном антропов антропов он выгадывает от этого не прыгает выгадывает а почему ты начинаешь не знаешь их кандидатов начинаешь смотреть список антропов для чего вроде русская фамилия и галочку автоматом ставишь еще там кпрф написано а марина васильевна где у нас находится 4 до в середке дайте надо выбрать тяжелее а кто последний то у нас игорь марать ну вот может быть видите да тут такой же ситуация получается как в интернете да либо первые три страницы поиска самые популярные либо последние три тут если исключить первый список да и последний то получается либо антропов либо мораль раз мы вспомнили уже антропова он тоже у меня среди пропавших без вести где он кто его видел где он появлялся что он делаю я могу рассказать даже маленький секрет я мониторю немножко ресурс наших партий региональных вы знаете со вчерашнего дня сайт мурманской областной партийной организации не работаешь я расстроился в подполье нет и сайтов в 11 почему-то не работает может быть после грозы как и некоторых за дело деньги не менее я даже из-за этого залез на российские интернет-ресурсы думал найдут там какие-то сведения что же произошло у нас там нет тоже сведений про нашу партийную что мне кажется что у нас сейчас будет основная борьба коммунистов как они собственно говоря очень часто поступает они идут в суды они идут заваливают жалобы избирательной комиссии начинается у них там война начинается я жду когда все-таки действительно и максим белов вернется я жду его и вообще когда начнется такая вот реальная агитация будут ролики ну кстати вот для максима я нашла прекрасный ролик его тезки и коллеги по партии лдпр максим шингаркин который баллотировался на пост губернатора московской области последние 20 лет коррупционеры негодяи душат под на столе так же как этот борщевик мучает подмосковные поля я избавлю подмосковье от сорняков правда я не знаю что будет наш максим косить да косить может быть карликовые березы самурай исходя из этого ролика я же пересмотрел его да борщевик это такая зараза которую нужно не вершки рубить а корешки именно срубать да то есть но можно срубить корешки до порубить но толку этого не будет на будущего все равно будет расти многолетние травянистые растения насколько помню из ботаники ну все-таки возвращаясь к нашим кандидатам значит мы не видим максима белого объективно мы не видим михаил антропова ну не видим мелькнул александр геннадь макаревич он мелькнул на вручение удостоверение причем действительно вот нам по телевизионщикам очень сложно выбирать его так сказать прямую речь потому что она вся пронизана критикой в адрес действующей власти то есть он использует каждую секунду для агитации ну и дабы не навлечь на него какие-то жалобы на себя с ним очень осторожно и появился он на встрече это было на выходных в коле и я покупался фонтане он не купался но привез с собой тяжелую артиллерию я к сожалению да я не знаю этот человек на очень уважаемый человек целый генерал-майор привезли его из средней полосы и он говорил что александр геннадь прекрасный человек прямо брат и друг не бурдуна часы ну вот аналогия с ним выборов конечно напрашивает скоро выборы голосовать можно за кого угодно но зачем за кого угодно когда у нас есть свой можно сказать потомственный военный внучатый племянник заживо репрессируем маршала блюхера и тухачевского игорь владимир шапкин если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого я вам устрою такой гиперку по самой не хочу александр я вот лично не жду когда эти люди вернутся и когда начнут свою избирательную кампанию давайте трезво так смотреть на вещи что они могут сказать людям если у кофту ясные аргументы она уже какие-то не расскажите ну она уже при власти так определенные изменения у нас происходит и положительные и отрицательные люди могут оценить эти люди придут новые до относительно новые придут с теми же проблемами с которыми они выступают из года в год антропов критика больше ничего конкретики никакой макаревич критика конкретики никакой ну и новые наши лица обещания или что-то может быть другое я вот эти дни ждал кто из этих политиков возьмет на вооружение помощь беженцам все молчат могли бы помочь прийти и дать хотя бы 100 рублей ведь нет все это плохо я подумал об этом но бы давайте видеть в любом человеке и в лидерах человека он если хочет помочь он поможет придет и поможет без телевидения без прессы я бы оцениваю вот владимир хочу если без телевидения без пресса да может быть они ходят и помогают давай она зовут другое место вот марина сина встречалась глухонемыми и нашла же общий язык макаревич на рассчитает где бы все что-то покритиковать антропов наверно пишет нам бумаги в избирательную комиссию чтобы разбирались а мне кажется они ищут деньги на свою избирательную кампанию мне все кажется эта кампания она такая вот малобюджетная бабок ни у кого нет поэтому нам ничего не показывать ни роликов ни фильмов так может еще время не пришло какое время же время прошло конечно когда выбор это ужас сколько осталось-то ребята нет юридически ты прав будет 16 числа по моему начинается именно за месяц до дня выборов то есть официально я думаю там появится и газеты и тому подобное и листов даже наш любимый кольский маяк его еще нет да 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 еще раз скажу про сайт еще раз обращу потому что мы как продвинутые люди люди в основном черпают информацию могу вам сделать срез такой сайт единой россии опять же региональные сайты партии где люди могут узнать об наших новых лидеров ну естественно в интернете единой россии регулярно и за дня в день информации можно почитать инициативы сделаны реальные дела оценки сегодняшней действительности КПРФ я сказал пока вот второй день мертвых ЛДПР ну ребята за 12 марта больше ничего там нету митинг там какой-то был все и без угла кстати там еще здесь профигурирует нового там нашего который вы вспомнили что он ушел куда-то отдыхать да нету тоже там да не отдыхать он по работе да 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 деньги ищет для избирательной компании нету там про него ни слова дальше кого мы смотрим ну гражданская наша это значит партия да новенькая есть сайт красивый такой светлый приятный ну опять же там чисто технический то есть деловой части наполнения нету там так ну только вот вот на этой неделе у нас зайти подписал ну-ка что-то расскажи что наш кандидат там подписал с кем в четверг было подписано соглашение между союзом промышленным предпринимателем Сергей Веричвеллер и Игорь Мораль подписали соглашение о сотрудничестве они собственно говоря предтеча это было по-моему в феврале когда они еще встречались тогда на паритет не на паритет на когда они приглашали ну ой как они хотят сотрудничать у нас же Мораль импутсмен декларируется то что они будут оказывать всяческую поддержку бизнесу то есть переходят то есть друг другу мы будем оказывать всяческую поддержку друг другу да это как знаешь как Игорь Иванович Сечин приезжает сюда сам лично приезжает один без ансамбля и переходит все в практическую плоскость то есть будут создаваться рабочие группы то есть проект прошел нет я вот согласна с Владимировым действительно мне интересна гражданская платформа мне интересно потому что я поэтому больше всех их критикую да ну так вот расскажите покажите дайте потрогать Александр я думаю опять же это вот событие которое сегодня произошло да подписание соглашения она в общем то больше политическая лишний раз опять же показать достойно кандидата давайте дрезво смотреть события развиваются политики в стране и в мире неоднозначно почему они все молчат ни один из них не высказался по поводу чего по поводу что нас ждет ближайшей осенью и зимой в плане экономики заработной платы пенсии ну не их уровень давайте это не уровень это то же самое когда Марину Васильевну спрашивали что вы думаете про приразлом и она разразилась тирадой по поводу того что это интересы России и так далее то есть она ближе где кто-нибудь из них пусть скажет как будет выглядеть Мурманская область в свете вот этих из них сейчас скажут сейчас начнутся дебаты я тоже думаю они будут тут они будут с 15 по моему ну в общем когда официально официально будет объявлено они будут идти на государственном телевидении они будут идти с 9 до 10 утра в будние дни так что если кто-то смотрит телевизор я думаю будет интересно важно из этого потока информации выделить деловую часть составляющую а не идеологическую дело в том что эти дебаты то есть это время с 9 до 10 часов это как раз вот те люди которые собственно говоря всегда ходят на выборы то есть это люди старшего возраста пенсионеры те которые собственно говоря смотрят телевизор то есть она основная аудитория то есть для них это уже не новость уже все нормально они уже решили они уже сделали сделали выбор как вы говорите да по фейсу определили за кого они будут голосовать вот а но расскажите нашим зрителям реальных дел да вы написали статью где проанализировали нет просто в начале с лица воду не пить но у нас только комсомольцы обратилась соответственно к профессионалам а как кто это делал вот Владимир Михайлович чего физиогномистом соответственно психологом которые дали кратику и кстати к астрологу к известному да в наших кругах которые дали кратенькую характеристику всем нашим в то время шести кандидатов вот такую вот подборочку очень интересную а по лицу измайлова можно на тот момент было сказать да да давайте вот я сейчас зачитаю что было написано это было написано 2 июля июля виталий измайлов родился 13 января 1970 года круглое лицо виталия измайлова характеризует людей с тяжелым весом при небольшом носе это беззаботная натура любящая жизненный комфорт разве и так так дальше такой индивид гурман по натуре мягкий нежный миролюбивый круголицы не стремятся достичь славы или положения так как они являются материалистами как правило и чистолюбивы широкий рот на полном лице чистолюбие и поглощенность собой у вас на всех есть на всех так что давайте на избирательном участке повесим вот а вот что про морали пишет морали я не могу я запомнить родился кстати ой хорошее время проморгали день рождения его 26 июля надо было всем пойти поздравить ну мы физиальной мистику да будем рассматривать да или астролога ну я не знаю он вообще блефует или он на полном серьезе прежде всего астролог что говорит лев пятый знак зодиака для представителей этого знака очень важным является внешняя парадная сторона жизни они обожают приемы презентации ну вот сегодня было что то да или не было сегодня у нас соглашение не сегодня все будет все нормально презентации спектакли званные вечера высокая энергия большой запас жизненных сил похоже на него вера в себя оптимизм и бесстрашие позволяет ли вам найти применение своим силам в самых разных областях человеческой хотя в кресле начальника и на почетном месте президиуме они чувствуют себя пожалуй лучше всего вот так ну и давайте физиальной мистику посмотрим в общем-то тут немножко на его лице сходится так у Игоря Мурлера круглый лиц тип лица который говорит о миролюбии добродушии и мягкости хозяина так внешние концы бровей у Игоря Мурлера опущены что говорит о его застенчивости а вот то что брови расположены лице высоко то это верный признак большой целеустремленности вот так вот слушайте меня опять крамольная мысль посетила я тебе уже в куларах говорила когда сегодня подписывался это соглашение четверг да когда подписывался это соглашение что вообще вот на тех выборах вообще на тех даже не десятилетней давности а первых фактически там выборах вот это союз промышленников сыграл большую роль ведь Евдокимов на тот момент вот вы лучше да расскажите он являлся президентом и его двигало именно если поправьте меня Владимирович по моему при его при его непосредственном участии собственно говоря союз промышленников Мурманск и создавался я не очень понимаю как бы Евдокимов там как почетный какой-то президент остается просто когда мы встречались еще там несколько месяцев назад с Филлером мы говорили по поводу ну я задала вопрос говорю а вот ваша должность она подразумевает что вы тоже уже смотрите там кресло губернатора мурманской области как бы ну повторяя путь евдомене нет меня это место не интересует то что было бы хорошо был бы велер губернатор и велер мэр да в каждом в каждом в каждом городе по велеру от переменами слагаемых сумма не меняется да в общем то они люди-то заслуженные и они же не просто так в Мурманске здесь достигли таких высот своего положения да те люди которые трудились на благо Мурманска другое дело иногда мы жители Мурманска мы предъявляем повышенные требования как хотелось бы нам жить лучше но я при этом всегда себе задаю вопрос и обычно задаю вопрос с кем иногда бывают полемики а что ты сделал для этого да а ты готов на дополнительные усилия дотужить зарплату или ты готов пожертвовать определенные зарплаты хотя бы для того чтобы помочь Украине вы знаете ну не к выборам это вы кому сейчас этот вопрос задали нам всем и избирателям в том числе когда они предъявляют повышенные требования к руководителям они в период выборов всегда будут предъявлять повышенные требования ну давайте вернемся назад и тогда любое действие да вот как вы говорили пойти тем же самым беженцем или глухонемым я вас немножко расстрою когда была перестройка вначале я был директором завода и соответственно потом начались у нас такие явления может быть вы запомнили выборность руководителей предприятий от мастера до руководителей крупных предприятий выборность руководителя в душу загляните себе вы какого себе хотите иметь руководителя серьезного требовательного принципиального или добренького мягкого который бы спал а вы бы за это дело что хотели делать зарплату получали ну-ка ответьте мне кого бы вы выбрали вот так люди будут и голосовать за добренького да а кто там самый добренький добренький кто у нас самый ну это долго изучать ну вы изучайте ну у вас скорее всего из добреньких как раз кто вышел Виталий Измайлов и подошел то есть и остальные в принципе подходят да слушайте а видите в советах то не дураки и сидят не оказали ему доверия фильтр не позволили ему пройти ну он в госсовет стремится он может оказаться в госсовете ну он же даже не это сам не стремился его пройти да конечно конечно вот смотрите расклад сегодня да расклад ну вот допустим Ковтун идет соответственно от Единой России и понятно ее электорат который уже готов голосовать за нее да Макаревич да тоже понятно идет от справедливости и понятно база от которой можно не агитировать их они за него проголосуют и приметно процент уже известен да ну и также Пандропову а вот Пандропову если я могу сказать у них раскол на самом деле на самом деле по поводу подожди подожди у них же расколов КПРС я вот сейчас не могу сказать сколько человек проголосует за Антропова если появилась коммунисты России партия ты можешь мне сейчас сказать чем коммунисты я даже не могу вам сказать чем отличается рожденный в СССР от фактически от КПРФ и от коммунистов в России на самом деле вот чувствуешь как растаскивать будут избиратели вот я про что и говорю что там вот все эти вот партии да то есть и КПРФ собственно говоря и справедливая Россия они все варятся в пределах какой-то погрешности то есть вот есть электорат электорат определенно да вот ну условно там 10 человек они встали пошли голосовать с справедливого Россия да например встали пошли голосовать я просто вспоминаю мы перед эфиром я показала ролик с ютуба вот датский запрещенный он был на сайте Европарламента не поверите сейчас я зрителям покажу его удалили так агитировали европейцев маленький кусочек можно показать да маленький можно потому что не настолько терпимо его сняли за сцены насилия и жестокости и там прочего непотребства с сайта ну реально в Европе так призывали избиратели прийти на участки и выбрать депутатов Европарламента давайте посмотрим поэтому у нас тоже жести нет никакой вообще когда мы говорим про вот про коммунистов действительно непонятно они вот настолько растащились по сути свой электорат что люди когда идет антропов на выборы непонятно кто за него будет голосовать все коммунисты или только КПРФ или какая-то часть коммунистов в России или еще кто-то ну вот у них сейчас будет самая сложная на мой взгляд у них самая сложная задача а еще извините у них нету прироста то есть в основном коммунисты это те люди которые те же самые рожденные в СССР которые еще помнят что такое коммунистическая партия Советского Союза и собственно говоря это люди старшего поколения да и небольшой не очень незначительный прирост у них есть ну пусть даже если большой Вячеслав да не это у них бог с ним я говорю у них сейчас самая сложная будет задача как раз вот Саша говорит а когда же они начнут агитировать начнут им то надо будет все это объяснять людям им как раз вот коммунисты вот из всех претендентов кто есть на мой взгляд ну еще раз я думаю и Белову надо будет себя показать как Белову сначала нужно вернуться вернуться я надеюсь или у вас есть сведения я не знаю Владимир Михайлович я даже его не видел собственно говоря в Мурманске видел его один раз когда вот по-моему вы даже снимали сюжет когда мы его пригласили да 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 опять возвращаюсь я фразу бросил Жириновский не дает ему денег опять же Жириновский уже привязывает Украину уже объявил уголовное дело что он там вроде финансирует военные действия может быть дали деньги все туда как то не знаю я не держу красоту бедные несчастные будут какое вы ласковое слово употребили белая лошадка я бы сказал троянский конь на коня он еще не тянет в пальто на коня ну вот это правда год лошад Александр кстати им тяжело всем будет всем тяжело будет вот ну вот так что вот сложная будет компания и опять же ее очень тяжело выстроить ну тот же Александр Макарович ну зашел и на их сайт опять же вот последний есть там вот презентация его получения удостоверения кандидата да и все его там фразы что он вот вроде как не спайнер Марина Васильевна и все и опять сайт молчит если вот нормальный человек заходит на их сайт политика никакого дела критика никакого дела ну это же не ну на кого вы воздействуете я не знаю я не знаю ну так вот давайте вот как мы все-таки профессионалы журналистики что мы могли посоветовать нашим кандидатам какую кампанию надо рекламную провести период выборный чтобы хоть тот электорат который не ходит на выбор пришел что им надо за ним как вы думаете нет мы вы только этим и занимались мы да это я первый это я первый может быть поэтому вот так вот с этим вопросом мы для вас столько как в Европе да но мы я тут нашла да у наших коллег как это передвижная студия телевизионная там область ТВ я сейчас тоже покажу и ну это я не думаю что это плагиат и и может твой голос не так хорош но он может оказаться решающим приходи на выборы ладно посмотрим что будет через неделю встретимся на канале Артик ТВ не знаю уж теперь в каком составе видите у нас какой нет стабильности у нас нет стабильности нет у нас ротация а ротация да 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 мы же говорили как-то в передаче что у нас должна быть неприемственность власти а мы мы меняемся да мы хотим мы за перемены в общем да до свидания всего доброго до свидания